Если вы уже работали с основной палитрой или не работали на полосокрасе, то вы прекрасно знаете, какой уровень тона. Блондами в нашей нумерации считается 8, 9, 10 уровень, то есть при достижении самых светлых оттенков мы берем их. Когда мы их используем, естественно, если у нас натуральная база более светлая, то есть мы не можем взять на четвертый уровень, взять десятку и чего потом ожидать. Естественно, результата не будет, получится рыжий, непонятно, что там уровень на 6. Поэтому мы используем оксигенты уже выше полчаса, это либо 6, либо 9, и, к примеру, если у нас натуральные волосы седьмого, восьмого уровня, нам надо немного их поднять. Без свечения здесь не нужно, как и спецфон. То есть здесь можно поработать и основной палитрой, и в основной палитре также достаточно нейтрализации заложено, есть свободные хорошие оттенки на восьмого уровня. Все это в 76-й, в теории там, с хорошим интенсивным. Вот, тогда мы работаем основной палитрой. В принципе, это самый простой способ, но не так часто применимый, потому что все равно самые распространенные оттенки натуральные, это у нас пятый, шестой и седьмой уровень. Восьмерок натуральных, ну, очень мало чаще. Сейчас вот детки, либо цепловолосые девушки, ну, их прям, видел, восьмерку, ребят, взрослую женщину. Реально там пальцы можно пересчитать. Дальше у нас спец-серия. Это спец-блонды, как раз, Настя, ваш вопрос. Как работают спец-блонды? В палитре Deluxe их есть... Господи, давайте вот так. Их 12 оттенков. И всегда, за исключением оттенка 143, 175 и 136, потому что это теплые, мы добавляем корректор. Корректор учитывается 1 сантиметр на 30 грамм краски. Я бы это прописала, потому что это очень важно и очень часто при работе со спец-блондами мастера об этом забывают, надеясь на то, что, например, вот 161 оттенок, да, он достаточно холодный. Еще раз можно? 1 сантиметр корректора, 0,66 по фиолетовым на 30 грамм краски. Все спец-блонды, кроме 143 и 136. Они теплые, да, они, вот видите, прям совсем. То есть здесь фиолетовый не нужен, здесь наоборот можно добиться какого-то. Здесь фиолетовый, а только заглушишь. Что там? Ай-блон. Да. Какому-то еще нужен? Очень красиво. Я понимаю, что я думаю, что все. Уже поздно. Все спец-блонды у нас обычно на отдельных вкладчах. Это флеши, экстра-реды и спец-блонд тоже можете найти на отдельных вкладчах. То есть сюда можно идти вот здесь, посмотреть. И так как краску Ваня нам придут попозже, я тогда покажу, как вы делаете. Чтобы с ними не путаться. Правильно. А на теплые можно же тоже теплые добавить корректоры? Ну, только если вы хотите усилить. Нейтрализовать там ничего не нужно. То есть если вы хотите добавить, я не знаю, наверное, золото или медь, да? В общем, можно прописать. Да, на десяток. Это работа с усилением, да. Это уже по-другому рассчитывается. Кроме 143 и 136. Можете себе пометить просто теплые оттенки. И когда вы увидите их в полете, в принципе, это будет понятно. То есть они прям, ну, они прям, прям, как-то теплые. То есть 143 он прям такой медно-перситовый. 146 он прям более нейтральный, но тоже довольно теплый. Вот, и что достаточно важно, это именно в сантиметрах. Потому что один сантиметр это не один грамм, один сантиметр достаточно просто отмерить, это не 10, а это вы делаете прямо в миске, это достаточно просто. Важный момент, что это на 30 грамм краски. То есть если вы краски разводите больше, тогда соответственно и корректора рассчитываете больше. Давайте тогда технологию применения спецблонда пропишем, чтобы она у вас осталась, чтобы можно было к ней вернуться. Спецблонд работает с оттенками с 7-8 уровня глубины тона, с 7 на корнях, с 8 по длине. С 7 по длине? На корнях, с 7 прикорневая зона, то есть теплая зона, наш первый сантиметр корней. Спецблонд работает с 7 уровня глубины тона в прикорневой зоне. Вот, наверное, на 12. Нет, на 12. Кто боится, спецблонд на 12% красить на кожу. Если мы обесцвечиваем кожу, если клиент чувствительный, при химической завивке мы можем кожу обезопасить. Он не препятствует процессу обесцвечивания, нанесения. Но это чисто из практики, то есть это не необходимость. А так как у нас достаточно длинная зона корня отросшая, я бы на кожу непосредственно сразу не наносила. И потом, да, в конце? Да. Ну, это вот пожелание. А зачем на кожу наносить-то? Ну, потому что нам же вот это тоже надо обесцветить. Сам корень? Да. А сразу есть? Просто, чтобы она не пересиживалась. Ну, если сначала... Сначала вот эта зона обесцветится. Вот эта зона обесцветится самая первая, полсантиметра. Она горячая, во-первых. Во-вторых, там молодой кератин, который еще не такой твердый. Он обесцветится гораздо быстрее. И реакция там пройдет быстрее. А кожа... А наносить будем вот эту, получается, зону? Вот эту. На косметику мы не наносим. Сколько мы отступаем от кожи? Вот. Вот так просто делать. Не вот так на пробор, а просто вот так. Да. На самом деле, если вы нанесете вот так, видите, там осталось 2 миллиметра. Да, не обесцветится. Не обесцветится все равно. Да, здесь тепло. Продукт распределяется. Продукт, потому что мы чуть медленнее сейчас будем работать, да, чем обычно в работе. Поэтому, ну, это вот просто вот. Я за свету переживала. Поэтому я так делаю. Вам идет кисточка. Спасибо. Под глаза подходит. У меня сразу видно хорошая специальность. Да, ничего страшного. Да, ничего страшного. Удобно такой лохматенькой? Не знаю. Нет, это грубая будет, наверное. Мне удобная такая, нет. А вам удобно? Мне нет. У меня вообще другая, да. Я тоже красила. Я плоскими крашу вот такие. Тем более это все бесплатно почти что. Ну, сейчас, да. В смысле? Доброе такое смыслы. Вот, видите? Здесь, да? Да, прям серый такой видно. Мне кажется, чем больше, тем лучше. Проверять и краску. Ну, больше тоже нельзя, да? Ну, сильно много не надо, а так вообще надо. Ну, посредничку. Лучше чуть больше, чем чуть меньше. Проверяйте его всегда, ну, какими-то другими проборами, да? Здесь работали так, значит, проверяем либо горизонтально, либо вертикально. То же самое в краске. Вот, видно? Вот не хватило чуть-чуть. Вот не хватило чуть-чуть. Можно, кстати, пока проверяем, да нанести там на корни, да? Где отступ был большой, ну, чуть поближе нанести. У меня корни вообще, в принципе, окрашивают. Не, 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 я корни окрашиваю без перчаток. Все, как я буду проверять, без перчаток. Я еще, когда работаю, я не разделяю кисточкой, я разделяю расческой, которая у меня вот здесь лежит. Расческой проще? Расческой чище. А, это, некоторые... Чистая твоя работа. ...на корниш наносят, да, вот, то, что мы сейчас делаем. Вот. И еще расческой прочесывают. Не стоит. Расческа по пудре... Это же залом, да, будет? Расческа по пудре, это всегда травма. Плюс ты расческой можешь стащить продукт. И у тебя там будет его недостаточно. Вот, типа, как здесь было. Так что расческу лучше отложить в сторону. Лучше брать тонкие пряди, и тогда тебе не надо их лучше проверять. Ты тонкую прядь пропитаешь всегда на 100%. А она прочесывала. Ну, я не вижу смысла на краску. И оттуда, и оттуда, я все так смотрю, наблюдаю вживую, когда это больше усваивается в голове. Правильно? Мне нравится такое. Вот, кстати, видно холодную зону и теплую зону. Почему мы говорили, да, про корень? Вот, корень, он уже... Не сильно тянул? Нормально. Он уже обесцветился. А здесь еще реакция не пошла. Потому что там холодно. Ну, назовем это так. Плюс нет, то есть более старый волос. Если нужно кому-то, записывайте пока-пока есть возможность. Можете пока там перчатки снять, посидеть. Если есть какие-то, может быть, вопросы у вас по работе, не связанные с темой сегодняшней, я могу опить. Пока у нас есть время, потому что мы все равно сидим, ждем осветления. Ну, у меня проблема, например, составлять цветовой нюанс. Какие-то 65, там, 9.1, 9.16. Ну, смешивать, именно коктейли составлять? Ну, да. Правильно подобрать. Или, ну, нейтрализацию. Тут нужно на примере, а вообще нейтрализацию, если вы сомневаетесь. Открывайте таблицу нейтрализации. И вот прям, вот как там написано, делайте. И будет вообще... Ну, на тот момент, вот когда у меня были с розовым пигментом, на тот момент там, там прям почти красный. У меня даже фотографии есть. Ну, какие они были? На тот момент у меня не было с зеленым ничего нейтрализовать. Я собрала вариант снимать, смешивать как с желтый и синий, но все равно, конечно, немножко не так получается. Ну, я собрала, например, 6, ой, 9, 16, 9, не помню, уже 61, 9,1. В общем, там собрала... Все синий-фиолетовый. Да, ну, то, что было. В принципе, все получилось. Но это наугад так все было у меня. Просто страх уже, паника. С другой стороны, вы просто это фиолетовый усилили еще и перекрыли его пеплом. Это может быть такое, почему нет? Тем более, у вас же вылез розовый, не красный вот такой. С коралловым прям какой-то. Не такой. Там он получается между зеленым, ну, по стрелочке, если ориентироваться, да, по нюансу. По зеленому кругу. Ну, пришлось то, что было. Фиолетовый, применять. Ну, для этого и нужно учить колористику, чтобы... Вот, что было? Ну, то и намешали. Вот это лучше протереть. Чтобы потом штанами, да, нет, именив не влезли. Свет, как ощущения? Нигде не печать? Нормально. На чем я на это подписалась? Хорошо, первый раз. Отсыпаешься. А это в ходовые процедуры, да? Да. Длюкс у них идет для седых волос, да? Длюкс идет для любых волос. Если синяя палитра, она многофункциональная. Для седины идет сервер. Голубь-дитр, да? Серебряная. Да-да, сейчас уже все остальное наносим. Минут 15 или больше? 25. Процент такой же полтора, да? Полтора, да, и на корень, и на длину. А как мы тонировали, мы работаем с влажными волосами. А почему сразу нельзя было нанести полностью? Потому что у нас разный цвет. А, да. Да, ну как будто. Ой, что-то я это. Сразу полностью наносим корень. Да, точно, там же это. А, это что мы нанесли? Это третья фаза экранирования. А что она вообще делает? Она запечатывает предыдущие веки. И она создает зеркальный такой блеск, защиту от температуры, защиту от механических воздействий. Да, просто после окрашивания? Да, да, да. Там вот, смотрите, одна была фаза, вторая и третья. Вот мы их постепенно друг на друга наслаиваем. Ну, эта процедура делается один раз после окрашивания. Это вот, две минуты. Нет, делается один раз после окрашивания? Да, да. После окрашивания? После окрашивания. После смерти В этот пробор, да? Длину нельзя вообще... Длину считается здесь... Да, она уже... Я рекомендую всем... Да, она не отводит. Помогаете, ну, просто... Защитываться на полтора процента. Либо это... Это подходящие схемы. Это просто защита цвета. Она не коричневая. 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 Да. Можно нанести корни, а потом попозже нанести. Ну, один. Зажим? Да, вот он. Ну, один. Просто один. Брак большой, нет, плоской. Мне чуть непривычно. Ну, я срекуночку. Я целый день стою, у меня уже... Ты тоже самое, видишь, стоят. Здесь вот это... Это наложнение. Если она не ложится, потому что я его засушила вперёд, ты её можешь побрызгать водой и уложить как-то... Ну, лучше вообще. Делайте фото по крону. Да, да, давай. Застелу, потому что... Да. Крутой цвет получился. Ну, крутой цвет получился. И запаивание теми, которые... Теми, которые проблемные. Это что-нибудь для толщика, но... Уже почти. Очень хорошо. И вот, и он не отрывает... Для его стуги. То это... Двадцать раз зависит от волос. Длины волос. Длины волос. Листинные цивилизации для толщика. Вот аналог. Да. Очень хороший. Это был 9,70. 9,75 в чистом виде на концах. А на корнях, видишь, он более холостый. Он смешанный с 8. Может, поближе к лампе сверху будет цвета больше. Нет, здесь всё видно. Хорошо. Чего ты родился? Нет. Да, где он ценил. А, нет. Что ты на тебе... Подарок. Вот так. Это бы... Но вы... Постоянный подарок. Как бы... Никогда не было, чтобы не подаль Nadir. Ещё бы не подарок. Это бы что бы что-нибудь... Это бы что-нибудь, а сейчас бы, что там... Я дам в честь. Можно делать снять то, что мы... Что-нибудь раз... Нет.